Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео о пустых баночках. Накопилось у меня их достаточно много, так что кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Ну и чтобы видео было более информативным, я постараюсь оставить ссылки на все продукты, которые я сегодня буду показывать, ну или по крайней мере пропишу их название внизу в инфобоксе, так что переходите и смотрите. Итак, давайте начнем со средств для ухода за телом. Первое, что хочу показать, это вот такой гель для душа от марки Фаберлик, Дары Майя, шоколадный крем-гель для душа. Если честно, вот в упаковке пахнет вкусно, когда начинаешь его наносить на тело, ну как-то становится какой-то странный такой аромат. Не очень мне понравился и не очень понравился сам гель для душа. Мне кажется, у Фаберлик есть более достойные гели, но вот этот как-то мне не особо понравился. Вот так вот он выглядит. Артикул вам напишу внизу в инфобоксе. Также у меня закончилось с молочком от чистой линии. Покупаю я вообще чистую линию в магазине Лента. Это у меня черная смородина и черемуха. Люблю вообще средства, всякие лосьоны, молочко и так далее для тела от марки чистой линии, в том числе гели для душа, очень сильно нравится. Приятный аромат, хорошо наносится на кожу, быстро впитывается, кожа мягкая, увлажненная. Что еще может быть лучше, обожаю, буду покупать снова, снова, снова и снова. Также для тела у меня закончился от марки Фаберлик Скраб. Это мятный шоколад. На самом деле очень маленькая баночка, 120 грамм. Ну вот мне хватает на два раза, видите, он такой гелевый. Частички у него, ну да, такой шоколад с мятой, больше даже мятая дает. Он такой как немножко гелеобразный, частички у него не сильно, не сильно много этих частичек. Я бы назвала это даже не скраб, а именно пилинг для тела. Он такой, ну я не знаю, вот мне не хочется приобретать снова, поэтому, наверное, нет. Закончился крем для ног, точнее это маска для ног, интенсивное увлажнение с алоэ вера от марки Фаберлик. Нравится очень даже, видите, я его разрезала, очень хорошо питает, увлажняет кожу ног. Ножки просто вот, вот просто в очень хорошем состоянии. Я прям могу рекомендовать, очень классные. И также крема для ру от марки Фаберлик тоже очень классные. Так, дальше давайте будет средство для волос. Закончился у меня вот такой шампунь. Значит, это я заказывала на iHerb, вот так называется марка. Остался еще бальзам и маска вот этой марки. Пользовалась у меня мама, ей нравится, мне не нравится. То есть мои поврежденные волосы, ну вот как-то, то есть не дает увлажнения, да, хорошо промывает, да, неплохо пенится. Ну вот прямо, чтобы увлажнение волосам, чтобы они были какими-то классными, рассыпчатыми. У мамы мои рассыпчатые, у меня еще более пушистые, чем они есть. Ну такое, я думаю, что не повторим с мамой. Дальше закончилась у меня вот такая двоечка от марки Виши. Это Деркос, да, линейка, насколько я правильно называю. Это линейка, которая увеличивает массу волос, делая их более густыми, плотными и крепкими. У меня еще остался спрей для кожи головы. Это вообще второй раз я приобретаю, что бальзам, шампунь, по-моему, тоже. Я уже, честно, не помню, но мне очень понравилась эта линейка. Единственное, что сейчас у марки Виши вышла другая какая-то линейка тоже для поврежденных волос. Я хочу попробовать вот другую, такая зелененькая какая-то. Вот, хочу попробовать другую, и потом я уверена, что вернусь вновь. Волосы мягкие, гладкие, концы сухие, напитанные. Ну, просто потрясающие. Вообще, мне очень нравится уход от марки Виши. Я имею в виду для волос. Если для лица есть какие-то продукты, которые у меня, ну, такие, ну, такое, да, то есть можно еще как-то поспорить, то средства для волос мне очень сильно нравятся. Это у меня был шампунь, это бальзам. Также у меня закончился вот такой спрей. К сожалению, тут все стерлось от марки Шварцкоп. По-моему, это Банакур или как-то так линейка называлась. Ссылочку я вам тоже оставлю. Лично я покупала в Ривгоше. Это была двухфазная водичка, которая кондиционирует и облегчает расчесывание. Супер, не утяжеляет, не пачкает волосы. Реально можно наносить каждый день на длину волос. На корни, конечно же, не стоит. И просто потрясающе распутывают волосы. Волосы потрясающие расчесываются, придается такой блеск волосам, убирает излишнюю пушистость волос. Девочкам, у кого проблема спутывания волос, я очень сильно рекомендую. Я покупала в Ривгоше, но продается много где. Там, где есть профессиональная косметика, там практически везде есть вот этот спрей. Так, ну и перейдем к уходу за лицом. Начну я с масочек. Закончились у меня вот эти масочки Вилента, которые я тоже приобретаю в магазине Вилента. Они у меня здесь разные. После занятий спортом, для просмотра сериала, точнее во время просмотра сериала и для полного релакса. Во-первых, эти маски просто супер пропитаны. В них реально можно несколько часов лежать. Я вначале наношу на лицо, потом там и на шею, на зону декольте. Просто вот так вот кладу, могу там, я не знаю, хоть все тело обтереть вот этой маской-тряпочкой. Мне на самом деле очень нравится эффект. Кожа действительно такая наполненная, увлажненная. Конечно, дает временный эффект. Это не какое-то там, знаете, суперсредство антивозрастное, но очень хорошо напитывает, увлажняет кожу. Кожа действительно вот как будто отдыхает после этих масок, с учетом того, что это бюджетные маски. Опять же, я их покупаю в Ленте, но знаю, что много где они есть. Вроде Magnet Cosmetics есть, и Улыбки Радуги, и всяких таких магазинах. Вот, что-то стоят они что-то в районе 60 рублей, и при этом очень классно работают. Я буду покупать снова, когда поеду в Ленту. Так, дальше. Из масок. У меня еще закончилась вот такая маска от марки Кора. Там это с фруктовыми кислотами маска Эксфолиант. Вот эта маска мне не особо понравилась. То есть, да, когда вы ее наносите, она имеет такой белый, видите, белого цвета такого. Она, когда вы ее наносите, она дает такое легкое пощипывание. При этом она может подсушить кожу. Но чтобы я заметила как-то улучшение цвета лица, или вот какое-то прямо такое отшелушивание, обновление кожи. С этой маской нет. Я считаю, что есть маски все-таки лучше. Она, знаете, наподобие глиняной маски работает. Вот обычную глину, если вы смешаете, нанесете на кожу, кожа становится просто такая чистенькая, да. Ну, вот, наверное, что-то наподобие того. Честно, я не могу рекомендовать. Способствует сглаживанию морщин, выравниванию микрорельефа, повышает тонус, эластичность. Кожа борется с пигментными пятнами. Но мне кажется, нет. Вот как-то, ну да, кожа более чище, но на этом все. И при этом может подсушить. То есть, если использовать часто, кожа становится сухая, может даже шелушиться. Поэтому, ну нет. Также из масок закончилась моя одна из любимых масочек. Вот так вот называется эта марка. Это я заказывала с iHerb. Данная масочка, это имеется в виду фруктовая. Она такая гелеобразная, речневатая, такого фиолетового, что ли, цвета. То есть, она, видите, вот такая вот гелеобразная. Классная. Вы ее наносите, она подсыхает на коже. И она просто нереально тонизирует кожу. То есть, кожа как будто бы вы, я не знаю, все время отдыхаете, все время спите. Она отличного цвета, увлажненная, напитанная. Просто супер маска. Это не первая моя баночка, вторая, наверное. И буду повторять, у меня еще одна лежит на запасах. И буду повторять снова и снова. Безумно нравится. Дальше закончился у меня уход от марки Биуталь. Это наша российская косметика. У меня была сыворотка и крем. Антиэйч 24 часа. Очень красивая упаковка. Он такого беленького цвета. И сыворотка. Там такая прозрачная, с пипеточкой в темном стекле. Если честно, мне понравилась эта косметика. Единственное, что, конечно, да, для российской косметики цена достаточно дороговата на нее. Но она работает. Для девочек с комбинированной кожей, не знаю, как совсем с жирной. Но вот с комбинированной точно вам понравится 100%. Потому что эта косметика, то есть вот эти два средства, они помимо того, что очень хорошо увлажняют, питают, наполняют кожу. Так при этом они придают такой матовый тон, я не знаю, коже. Да, при этом он такой матовый, знаете, правильно матовый. Не вот идеально матовый, а вот и не жирный, а такой вот, ну, классный. Мне очень сильно понравилось. При этом быстро впитывается. В качестве дневного ухода я в основном его использовала. Мне вот прям очень сильно понравилось. Вот так вот выглядят эти баночки. Ну, по мне так классное средство. Единственное, что, да, цена немножечко кусается. Также у меня закончилась вот такая сыворотка. Это был у меня подарок при покупке чего-то там. Сыворотка для сужения пор от марки Кадали. Вот так вот она выглядит. У меня нет большого количества расширенных пор. Ну, вот там, я не знаю, штучек пять, наверное, на всем лице и все. Поэтому оценить данную сыворотку я, как именно сыворотку для сужения пор, я не смогла. Я ее использовала тоже под какой-либо дневной уход. Могу сказать, что эта сыворотка слегка липкая. Она, ее надолго хватает. То есть вот этого тюбика мне хватило. Здесь у меня 10 миллилитров. Мне хватило, ну, не знаю, на месяц это точно. Легкую такую липкость дает. То есть сверху, если вы наносите крем, то уже липкости нет. При этом очень хорошо увлажняет кожу и не стягивает ее. Но вот насчет борьбы с порами, честно, не знаю. Но сыворотка сама по себе очень комфортная. Аромат у нее, как у всей линейки Кадали, такой, знаете, натурально травянистый какой-то зеленый аромат, можно так сказать. Но сыворотка, ну вот мне сужать поры не нужно, поэтому я полноразмерную версию не куплю. Вот. Также у меня закончился крем от марки Виши. Вот этой линейки Slow Age. Это даже не крем, это дневной флюид, в который находится здесь стеклянная баночка. И на самом деле это ее минус. Вот там вот у меня еще есть, но уже никак не достать. Я пыталась сиватной палочкой, то есть дозатор уже не может достать. В общем, все, что смогла, то достала. И в принципе уход мне понравился, но не на зиму, на лето, на такую теплую весну, теплую осень, даже не на весну. Наверное, скорее больше на теплую осень. Да, отлично, не жирнит кожу, очень хорошо увлажняет. Я не знаю, нет никакого дискомфорта, ничего такого. Но борьба с морщинами я не знаю, чтобы вот прямо такой тонус кожи заметить, я как бы не заметила. Но мне на самом деле понравился. Очень комфортно, никакая косметика не скатывается на нем. Классное средство. Вот, но на зиму повторять не буду это точно. Наверное, я, может быть, и повторю, ну, наверное, летом следующим. Еще у меня остался крем для области вокруг глаз. Сейчас им пользуюсь, в принципе, довольно. Также у меня закончилась вот такая огромная бадья. Это называется Max Clinique, насколько я так поняла. Здесь был такой гель-крем. Ну, я бы даже сказала гель с ароматом розы. Вот он у меня полностью закончился. Даже ничего не оставила вам показать. Такого розовенького он цвета был. Вот тут немножко видно. Очень классное средство. Вы знаете, летом, допустим, после солнышка вы можете нанести вот это средство в качестве маски. Кожа успокаивается, кожа нереально увлажняется. То есть я наносила толстым слоем и впитывалось практически все. Дальше можно промокнуть салфеткой или остатки распределить пальчиками. Хорошо делать массаж любой по этому крему. Также этот крем я использовала под глазки и очень хорошо напитывает вот эту область. Особенно если чувствуете, что где-то что-то стало сухим. То есть это такой наподобие геля с алоэ вера, да, который вот помогает при каких-то, не знаю, когда сильно пересушена кожа, либо сильно раздражена. Вот это то же самое. Я покупала в Рив Гоши его. Мне очень понравилась большая бодья, мне хватило надолго. И, ну, классное средство. Я думаю, что я его повторю. Мне очень понравилось. Ей приятный аромат, аромат таких лепестков розы. Даже, я бы сказала, лепестков шиповника больше. Не горьковатый, а такой именно приятный аромат. У меня закончился крем для области вокруг глаз от марки Айзенберг. У меня вообще полностью закончился уход от этой марки. Я думаю, что в черную пятницу я себе приобрету что-то еще. Это такой гелеобразный крем. То есть если у вас прям очень сильная сухость под глазами, то что-то нужно другое смотреть. Очень хорошо. Именно вот такой выраженный антивозрастной эффект. Если у вас есть какие-то мимические морщинки, там гусиные лапки или что-то такое, вот этот крем их убирает. Но это даже, я бы сказала, гель, который очень быстро впитывается и при этом комфортно. Но вот совсем в такие морозы или когда сильно прямо пересушена кожа вокруг глаз, то он не спасет. Именно спасает от морщинок. Убирает какие-то, может, припухлости. Синики под глазами нет. Ну вот, как я заметила, припухлостями тоже я особо не страдаю. Но вот морщинки разглаживать просто на ура. Вообще, я очень довольна уходом от этой марки и обязательно что-нибудь прикуплю себе еще. Также из ухода у меня закончился вот такой тоник. Спрей с витамином С. Опять же, от этой марки. Я заказываю ее на iHerb. Очень мне понравился тоник. Во-первых, классный аромат. Мне понравилось то, что здесь есть разбрызгиватель. Я его просто носила даже сверху на косметику. Так, не каплями, такими, знаете, не струей, а именно такой легкой дымкой распределяется. Очень хорошо тонизирует. При этом кожа не пересушена. И, ну, вообще, мне очень понравилось. И я заметила, что когда я стала им пользоваться прямо каждый день, то цвет лица становится таким, ну, как будто бы слегка отбеливает кожу. То есть, ну, супер. Я хочу повторить. Надо мне делать заказ на iHerb. Также у меня закончилось два бальзамчика для губ. Вот такой от марки Блистекс. Это я тоже заказываю на iHerb таким набором из трех штук. У меня одна девушка написала, что они очень приторно-сладкие. Да, они действительно сладкие. Да, они действительно приторные. Имеют ярко выраженный фруктовый аромат. Но я на самом деле такое люблю. И плюс ко всему очень хорошо ухаживает за губами. Даже супер-мега-пересушенные губы восстанавливает. Я прям вот моя любовь. И закончился у меня вот такой Carmex. Он у меня на самом деле очень давно валяется. Блистекс лучше. Carmex тоже очень хорошо справляется с всякими шелушениями и так далее. Но для меня как-то Блистекс мне полюбился больше, чем Carmex. Хотя раньше я постоянно пользовалась именно Carmex. У меня закончились две помады от марки Maybelline. Одна из них это номер 165. Она идет такая красная-розовая с блестками. У меня уже тут ничего не осталось. Камера передает ярче, чем она есть на самом деле. Она такая более красновато-розовая. И содержит в себе такие мелкие блесточки, которые на солнышке очень хорошо вот так переливаются. И просто потрясающий этот цвет я, наверное, себе куплю снова на следующее лето. Вот как-то зимой эти блесточки не очень смотрятся, а летом прямо супер. И вторая помада это номер 800-835. Вот такая. Это уже такой прям насыщенный розово-красный. Он даже, мне кажется, поярче, чем передает камера. Камера его передает более красным. На самом деле он такой более розоватый. Тоже очень понравилась. Она уже без блесточек. Такая яркая помада на лето. Вот какие-то летние платьицы. Просто супер. Вот практически все лето использовала эти помады. И очень часто, когда у меня эти помады на губах, очень часто спрашиваете, Наталья, что за помады. Это Maybelline. Вот такие красненькие. Очень мне нравятся. Я очень всем советую. Сейчас у меня остались две другие. Такие более зимние, осенние оттеночки. Но я думаю, что я себе еще какие-нибудь оттенки возьму. Также у меня закончились метеориты от Guerlain. У меня это был второй оттеночек. Я использую как пудру, которая закрепляет макияж. То есть поверх уже макияжа. Чтобы как-то приглушить, скажем так, границы. Или растушевать границы какие-то. Очень обожаю. Сейчас у меня другая пудра в форме такой жемчужинки. Это была какая-то лимитированная коллекция. В общем, обожаю эту пудру. Она мне не подсушивает кожу. Она не припудривает, не матирует. Но она придает отличное сияние. Я не знаю. Вообще, мне безумно нравится. Я фанат метеоритов. Правда, у меня здесь осталось немного вот таких шариков. Но я их уже пересыплю в ту другую большую мою пудру. А эту баночку уже выброшу. Также у меня закончился один парфюм. Вот такой Daisy Love от Mark Jacobs. Очень мне нравится. Это с ромашкой. Имеет такой, я не знаю, пудрово-сладковатый какой-то аромат. Вот я его очень любила весной именно использовать. Такой замечательный цветочек. Маленький объем. На самом деле классно, что маленький объем я бы пользовалась. Но на самом деле, думаю, может быть весной я к нему снова вернусь. Потому что для меня это скорее такой более весенний аромат. Такой цветочно-сладковатый. Слегка такой пудрочкой какой-то. Но очень-очень классный, приятный ароматик. Мне очень он понравился. Тоже вам ссылочку оставлю. Покупала я его, по-моему, в Ривгоше или в Литуале. Честно, уже не помню. Но покупала просто прошлой весной. И на самом деле вот очень поднимает настроение. Вот эта упаковочка такая, знаете, весенняя. Прям весенняя-весенняя. Также хочу вам показать. Выбрасываю две кисточки. Это кисточки марки Ривгоше. Вот это вот, то есть их производство, насколько я поняла, когда приобретала. Вот это вот называется вот так, видите, PR Professional. Как-то так. Вообще вот эти кисти ужасные. У меня вот эта кисть как бы для румян. Мало того, что происходит. Вот. Это полбеды. Она еще лезет. Я ее долгое время использовала в качестве кисточки для нанесения масок. И вот эти вот ворсинки, они остаются вот у вас на лице. Не очень мне нравятся. Если распределять румяна, то остаются такие пятна. Тоже не очень. Вообще качество этих кистей мне очень не понравилось. И у меня еще, по-моему, была для пудры, которая вообще вся вылезла. То есть развалилась вот в этой части. И также вот такая кисть для бровей. Я вам как-то уже говорила, что у меня есть кисточка для бровей, которая мне очень сильно не нравится. Это, по-моему, называется номер один. У меня, к сожалению, тут все стерлось. Но, по-моему, название номер один. 320-я кисточка продается. Они в Ривгоше. И, кстати, я вижу, что очень часто продавцы-консультанты подводят именно к этому стенду. Но кисточки качество очень плохое. Посмотрите, что у меня в итоге стало. То есть, видите, сама вот этот ворс, он просто вылез. И, соответственно, он еще заходит вон туда, и она становится вот такой. Плюс плохо набирает продукт, плохо его распределяет. Она для бровей, она очень толстая. Вот вообще, вообще нет. Поэтому я вот эти кисточки, говорят, что в Литуале кисти, которые продаются, да, их литуалевские, их новопроизводство, и то лучше, чем вот эти. Так что, девочки, не приобретайте. Это были все мои пустые баночки. Не забывайте, что внизу в инфобоксе я вам либо пропишу название всех тех средств, которые я сегодня показала. Если найду ссылки, то с удовольствием для вас их оставлю. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!